Со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театры, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Когда герой известного фильма говорил о телевидении, оно только зарождалось. 8 марта 1958 года в эфир впервые были выданы сигналы казахстанского ТВ. Тогда трансляцию первой передачи уловили 4100 телевизионных приемников в Алма-Ате. А в алматинской студии «Кастель и радио» постигали ступени нового вида связи всего 30 сотрудников. Студийные камеры весили 250 килограммов. Оператор и у него еще был помощник, кабельщик звали. То есть катали по студии и кабель, кабельщик нес за ним. За годы вещания студия создала 353 передачи и показала почти 500 кинофильмов. А с появлением легендарной алматинской телебашни началась и новая веха в истории отечественного телевидения. В 1984 году тысячи телевизоров и радиоприемников настроились на новую волну. Тогда поступил первый сигнал с телебашни Коктюбе. Когда начали у нас связи с зарубежными странами, мы не могли их показывать, потому что читать никак не могли. И наши кулибины, я не побоюсь этого слова, наши техники сделали декодер. Декодер, вернее. Декодер сделали и вот кустарным способом начали переводить. В следующем году телебашни Коктюбе исполняется 30, а казахстанскому ТВ 55 лет. Несмотря на то, что изменилось с тех пор многое, по словам экспертов, телевидение по-прежнему остается самым мощным инструментом информации. Существует тенденция, соответственно, и давно она уже существует, чтобы создавать каналы условно-нишевые по интересам. Это фильмовые, возможно, каналы, информационные, сугубо развлекательные, музыкальные. Конечно, недостаток — это сейчас наличие соответствующего контента, который можно было бы смотреть. Но я думаю, это дело времени. Сейчас в Казахстане существует около 70 каналов. Почти 40 из них можно смотреть в цифровом формате. Специалисты уверяют, что отечественному ТВ не грозит вымирание, потому что всегда будут те, кто захочет смотреться в это зеркало общества.